Ну вот этот лес, без понятия, у них прекрасные лица, я не знаю, почему не их. Может, это все не так, может, я вообще в другое играю. Там нет каких-то сложных вещей. Началось все с того, что к нам пришел... Мы уже пишем? Началось все с того, что к нам пришел Евгений Николаевич и сказал, что он хочет поставить с нами спектакль. Я не работал никогда с куклами, я не понимал, что это такое, я примерно представлял. Но это оказалось совсем не то, что я представлял. Это сложнее гораздо и требует от людей, которые управляют... Есть кукла, которой ты сам управляешь, а есть, когда ее управляют несколько человек. И вот когда управляют куклой несколько человек, это очень сложная история, потому что все должны быть очень чувствовать друг друга и все должны быть в ансамбле. Да, мы делали слепки с двух людей, которые заняты в нашем спектакле. Это с Машей мы делали и с Андреем Дидико. Вот это две куклы, которые, собственно, участвуют. У нас есть маски, кто каждый работает с маской, это маски-слепки с нас. То есть это наши лица. Вот эти вот белые маски. Первый опыт работы с куклами, первый опыт, когда с меня снимали маску, когда я сам клеил эти камни, когда я сам занимался тем, что я делаю свой собственный реквизит. Это очень интересно. Ты к нему по-другому начинаешь относиться. Приходил, включал музыку себе и сидел, клеил. Это очень концентрирует такой малый круг, когда ты постоянно, у тебя здесь есть бумага, есть клей, и ты сидишь, как бы все это клеишь. Как-то это интересно. Ну, кому как, как бы, ну, мне было хорошо в это время. В драматическом театре мы привыкли, что зритель понимает тебя посредством текста, который ты произносишь. Это 80% нагрузки, как бы, смысловой идет через текст. А в данном случае вся нагрузка смещена именно на образность и на пластику актера. Вот, то есть, в принципе, законы существования, наверное, ну, не знаю, для меня, может, я не прав, сохраняются, потому что твой внутренний текст, как бы, и твое намерение, оно сохраняется. Просто ты это не выражаешь речево, ты это выражаешь какими-то найденными мизансценами, пластикой какой-то, ритмами другими. Ну, вообще, с Евгением Николаевичем очень легко сойтись, как бы, он так предлагает все очень понятно. Ну, Евгений Николаевич, мне кажется, он еще и просто, как бы, актерски чувствует очень. Поэтому он очень быстро все... Вот Евгений Николаевич в кадре проходит, смотрите. Вот он. Он очень еще внутренне чувствует, он знает, как бы, как это работает изнутри актерского организма, мне кажется. И поэтому он очень просто и точно объясняет, дает внятные задачи, и ты сразу все понимаешь. Я положил в свою копилку то, что это очень сложный, во-первых, технический спектакль, поэтому на протяжении всего действия, как бы, нужно быть очень сосредоточенным. И каждое движение, как бы, должно быть отточено. То есть у тебя нет времени на то, чтобы пойти, как бы, подумать, там, что-то еще сделать. Ты должен очень точно распределиться в своей голове, что ты делаешь сейчас и зачем, потому что очень много переодевания, очень много работы с реквизитом, и ты должен все успеть, иначе, как бы, если ты не успел, ты подставил кого-то. И вот этот вот момент, когда ты очень собранный на спектакле, это очень мне понравилось, мне нравится эта история. А еще мне очень нравится история, как из простых вещей каких-то вот вдруг возникает что-то, вот как из газеты возникает или из салфетки возникает маленькая собачка, и как она внезапно оживает, и мне это нравится. Потому что, ну, как бы, это из простого вдруг возникает что-то, что очень понятно. Он пытался создать спектакль, который будет понятен в любой точке мира, любому человеку, может быть, даже кошке, не знаю, но я думаю, коты тоже нас поймут. Субтитры создавал DimaTorzok